Какой шумный шалман без девушек. Подумали его обитатели и решили сделать непростой выбор. О да, темный мессия явлен миру и более того, он повзрослел и отправился покорять мир в каком-то смысле. Уже скоро он узнает, что в конце этого приключения ему будет суждено решить судьбу этого самого мира на долгое время. Низвергнуть все в шиво, приведя в мир Кабелеха или же затащить демона навеки. Да, сложный выбор. Сложный, судьбоносный, скучный. Наш сегодняшний выбор куда сложнее, ведь каждому герою нужен спутник, советчик, напарник, отрада для глаз в конце концов. Нужно, чтобы под рукой всегда было плечо друга. Плечо. Или не только плечо. Если не только плечо и вовсе даже не друга, а подруги, то так даже интереснее. И так уж получилось, что этих, эм, плечей в этот раз аж четыре штуки. Помогать Сарафу на его пути вызвались сразу две прекрасные дамы. Давайте поприветствуем их. Дядя сказал, вы помогли убить циклопа. Простите, я Линна, ученица и племянница Минелага. В синем углу ринга олицетворяя этим самым красоту и волшебство у нас Линна. Последний из рода Сокола. Талантливая ученица Мага Минелага, само имя которого как бы намекает на то, что его ученица знает все необходимое. Фу, какая грязная шутка. Но я не мог ее не пронести. Извините, соблазн слишком велик. О талантах Линны ходят легенды. И если присмотреться, талант у нее действительно многообещающая. Ах да, она еще умеет колдовать. Кажется, я об этом уже говорил, да? Господи, какая мелочь. А что за имя? Линна. Вы только вслушайтесь. Линна. Будто бы тебя накрывает приятным шелком. А теперь почувствуйте резкий контраст от второго имени, будто тебя бьют плеткой. Зана. Не бойся. Боль придется тебе по вкусу. Можешь звать меня Занной. Да, в красном углу, олицетворяя страсть и похоть, у нас Занна, сукуп и Шива, вызванные все тем же мини-лагом, что все еще намекает, я все еще пошляк, да, на помощь Сарапу. О талантах Занны также ходят легенды, но уже ниже уровня земли, там, в демоническом мире. Да что я вам рассказываю, вам ли ее не знать, сколько по миру ходят женщин, но среди тысяч красавиц Занна узнает каждый, потому что нас укуп. Итак, дружный консилиум, коллоквиум, конгломерат или, если быть точнее, шумный шалман веселых друзей решил сделать непростой выбор, кому же отдать предпочтение, ведь даже сам Саров не знает, кого же ему выбрать, когда настанет этот неудобный момент. Ага, не знаю. Начнем, как ни странно, именно с последнего, с прикладного, а с красоты. Почему? Потому что часто ставка делается именно на этот параметр. Давайте будем честны, далеко не все смотрят на деяния плоды тех деяний, если перед ними маячит ослепительная красотка. В этом смысле Линна, кстати, не является аутсайдером, она вполне красива, совсем не дурна собой, в меру застенчива, местами скована. Смущается даже поблагодарить Сарефа. Я думала, что все пропало, но тебе каким-то чудом удалось вернуть кристалл и корабль. Ты нас спас. Ты спас меня. Вот тоскала. Разбуди, когда это закончится. Я хотела бы еще раз поблагодарить тебя и сказать, что ты... Ты стал мне очень дорог. Однако, чего уж скрывать, Занна ее обогнала. Ну, во-первых, ведет она себя совершенно раскованно. И как-то странно ждать иного от Сукуба, верно? Сукубы — это демоницы, своим оружием сделавшие соблазнение. Их красота не только визуально притягательна, они также используют демоническую магию для обольщения, косвенно, для выселения собственной красоты или же напрямую. И, в общем-то, Занну в человеческой форме мы видим лишь несколько секунд в начале и несколько секунд чуть дальше по сюжету приключений. Вот так. А все остальное время она предстает перед нами в своем истинном обличии. И заметьте, совершенно без одежды. Ну, думаю, вы заметили. Думаю, также не нужно объяснять, как работает мужской примитивный мозг. Кто первая перед тобой разделась, та и лучше. Зато и пойду. В общем-то, на то и расчет. Занна не дура, она демон, которая прекрасно понимает, что делает. Обрастить парня и настроить его на нужный лад — вот цель на ближайшее время. А Линна? А что Линна? Она лишь человек, да еще и в одежде. Она не ползает перед нами голой на коленях, не шепчет нам на ухо обольстительным голосом сладкие речи. Кстати, о сладких речах. Перейдем к другим, не менее интересным пунктам. Очень часто я слышал от людей рассказы о полезности и смелости Занны. Извините, а в чем конкретно заключается эта смелость или полезность? Давайте попробуем вспомнить, где Занна была смелой. Вообще, да, вопрос странный. Трудно, а точнее, наверное, даже легко быть смелым и решительным, сидя в чужой голове в виде бестелесного голоса. Однако же она не всегда была советчицей. Вот, например, в финале приключений Занна отговаривает Сарофа выпускать Кхабелеха на волю. Она идет против него. Смело? Ну, в каком-то смысле, да. Шептать на ухо другому, что ему делать ради ее блага. Но если Сароф делает выбор в пользу отца, куда девается ее смелость? Я исполнила твою волю, повелитель. Вот твой сын, живой и невредимый. Занна, придет день, и я отблагодарю тебя. Вот и вся смелость вышла. Она не пойдет против архидемона, она же не дура. Она поищет себе другой инструмент. Такова природа демонов. Вовремя предать господина ради собственной выгоды и возвышения. Где-то еще Занна проявляла смелость? Нет, больше нигде не проявляла. Теперь о заботе о товарищи, любовнике, друге, о ком угодно. О Сарофе. Проявлялась ли хоть в чем-то ее забота? Она постоянно давала советы, как и что делать. А еще пробудила Сарофа в орачьями. Я взяла энергию черепа и воскресила тебя. Будто изменился. Неудивительно. Теперь мы стали еще ближе. И ты получил часть моих сил. Прекрасно. Только при чем тут забота? Это с позволения сказать, забота не большее одолжение, чем забота мастера о своем инструменте. Интересно, а у нее вообще выбор-то был? Как иначе она смогла бы вернуть к Хаби Леха или же свергнуть его, если бы Сароф погиб или попросту не добрался до цели? Она спасала не Сарофа, она спасала возможность заполучить власть. Защищала собственные инвестиции, если можно так выразиться. Заметьте, его же руками. И постоянно пела Сарофу красивые песни о любви и заботе. Ну да, как мало некоторым надо. И ведь необходимо принять во внимание причину такого распространенного положительного мнения о Зане. Для этого мне придется сломать четвертую стену нашего шумного шалмана, оставив только три. Суть в том, что у Занны в игре было попросту больше, так сказать, эфирного времени. По сравнению с Линной, примерно в соотношении 80 на 20. Соответственно, в подавляющем большинстве случаев мы слушаем ее голос. И отсюда создается так называемый импринт. Создается впечатление об ее частности. Но только вот участность, забота и прочие моменты проявляются в поступках, а не только в одних лишь словах. Это сущность Сукуба. Обвить тебя сладкими речами, обещая райские кучи и наслаждения, красоваться перед тобой своими обнаженными достоинствами. Да только вот лишь представиться случай, она предаст тебя так же, как предала Кхабелеха. Оторвавшийся до могущества Сукуб может очень много бед натворить. Биара не даст соврать. И на этом фоне, что же Линна? Линна действительно не так часто маячит перед глазами, а значит и запоминается меньше. Но она напрямую участвует в смертельно опасных боях. Не руками Саррофа, а сама по себе. Заметьте, за кадром она преодолела тот же непростой путь, удерживая оборону от висущих некромантов и их мертвых дружков. Даже темный мессия далеко не всегда может легко справиться с отрядом упырей. А вон на секундочку могучий полудемон. А здесь же обычная, хоть и талантливая волшебница-целительница. Она умудрилась и сама выжить, и другим помочь. Она не побоялась отправиться на кишащие опасными агрессивными орками и гоблинами остров в конце концов. Нам повезло. На острове много злобных орков, да и гоблинов. Храм представляет собой переплетение туннелей. Конечно, были неприятные моменты с Линной. Классическая женщина в беде, которую уставшему мужчине приходится спасать. Однако, опять же, заметьте, спасать приходится того, кто чем-то рискует. В отличие от сидящей в голове Саррофа Сукубы. Конечно, ее спасать нечего. А то, что Лина не справилась с орансиром и была отправлена в Эриш для жертвоприношения, какой же это порог. Больше смущает тот момент, когда она является непосредственно спутником Саррофа. Она путается под ногами, попадает по игроку и всячески мешает, выбешивая до белого коленя. Но давайте не будем валять дурака. Это игровая условность. Так запрограммировали местный искусственный интеллект. Поверьте, если бы вместо Лины по сюжету так же бегала Занна, было бы все то же самое. В итоге, как и в случае с постоянным голосом Занны, вечные геймплейные проблемы с Линой создают иллюзию того, что она глупа, беспомощна и бесполезна. Но это совершенно не так. Смог бы бесполезный и беспомощный персонаж так далеко зайти, пусть и не один. И мотивы ее куда более честны. Она желает положить конец вторжению некромантов, а позже и пророчеству о темном мессии. Она заботилась о Саррофе, прикрывая его своей магией, лечила, когда могла. Она не побоялась спуститься с ним в древний склеп к порталу Шивы и бросить вызов могучему существу. Притом она не была обязана, в отличие от Занны, которая бы точно не погладили по головке, если бы она отказалась. Линна желала прекратить поток жертв, на которые Занне, будьте уверены, плевать с высокой колокольни. Той важна лишь жизнь своя и своего инструмента могущества. А остальные хоть заживо горите. Ну и раз уж все равно не получилось без слома четвертой стены, давайте поговорим про геймплей. Технический выбор между этими девицами приносит свои плоды. Выберясь Занну, останешься с демонической формой, совершенно бесполезной и кривой. На легком уровне сложности она еще хоть что-то может сделать. Но вот на тяжелом, учитывая то, что тебя любой орк или вампир с одного-двух ударов убивает, а в демонической форме ты не получаешь дополнительную защиту. Да еще и здоровье убывает. Вся эта затея из демонологии – это халтура, которую не адаптировали под общий игровой процесс. С другой же стороны – очищение в священном бассейне и получение сильнейших артефактов в игре – лука, клинков, посоха, бича – на любой класс. Мало того, что они в принципе самые мощные в игре, так они еще и наносят значительный и дополнительный урон нежити и оглушают ее. Напоминаю, что сразу после выбора мы идем в склеп с нежитью. Никаких орков и гоблинов, а также живых людей, кроме Орантира, там не будет. Следовательно, это оружие даст серьезную фору на любом уровне сложности. Как видите, и тут все вполне прозрачно и очевидно. Вот такой получился анализ. На самом деле, мне импонируют оба персонажа. И Линна, и Занна сделаны качественно и хорошо прописаны. Поэтому обе приглашены в наш шумный шалман. Но теперь, по крайней мере, я объяснил вам, почему делаю выбор в пользу Линны. И очень странно, хотя весьма предсказуемо, что большинство делает противоположный выбор. Спасибо, Занне, конечно, за кучу обнаженного фан-арта, но это, честное слово, игра в одни ворота. Сколько есть артов с обнаженной Линной? Ни одного. Думаете, ее нельзя изобразить красивее Занны? О, наивная. И вообще, нужно уметь смотреть дальше обнаженного тела и прекращать уже думать нижней головой. В данном сюжете выбор персонажа с гнильцой, умело играющего главным героем, не привел к плачевным последствиям, ведь что случилось в итоге нам неизвестно. Но в иных мирах много разных историй, где портагонисты, сделав подобный выбор, плохо и быстро заканчивали. Но это уже совсем другая история, которую я, возможно, расскажу вам однажды за миской чего-нибудь вкусного и кружкой чего-нибудь приятного. Так что, если будете проходить мимо нашего шумного шалмана, заходите, вам всегда рады. Только учтите, тут всяким нвахом не наливают.